всем привет россия доброй ночи добрым людям мы в питере спать собираемся а белые ночи зачем вам спать зимой доспитесь шучу немного пересвету привет даниэль привет я тебе там вроде отвечал еще раз зайду в контакт еще раз отвечу арчаков спасибо слава богу понемножку трудимся спасибо дагестан с богом у нас 5 часов дня тренировки начнутся через часик и полтора основные приезжай конечно сборы на месяц увидимся тренируемся сосновский был со мной вот только что отъехал несколько дней назад надеюсь скоро прибудет готовится к бою с организацией колизей ребят не знаем один раз дрались если это та организация дима сосновский на ней дрался если я правильно все понимаю вот саша милянка и все с тех пор я о ней не слышал может быть я что-то ошибаюсь дают ли за дебют гонорар смотрел какой организации если это очень простая организация в россии еще где-то у нас на родине то дают там буквально пять тысяч рублей 7 10 тысяч рублей максимум вот и соответственно чем больше у вас становится боев тем больше вам платят деньги когда вас появляется какое-то имя значимое вы можете получать там тысячу долларов две тысячи пять тысяч десять тысяч и так далее за бой дальше деньги как правило вы уже знаете и получают имена так сказать звезды и шлеменко там и харитонов и все остальные ребят информация у меня есть вся кроме имени соперника я просто его не могу называть сейчас мне пока не разрешают его назвать и все бой у меня 4 ноября месяц и кжейчик в ходе гарбран там и еще с кем-то с очень крутыми известными ребятами дерусь на одном турнире в главном парке вот и принципе всего бой уже наметился сосновский у него бой намечен назначена 16 сентября и сейчас он к нему готовится 16 сентября в пицбурге уважаю тебя только среди не надо прошу ну драться все и пока не собирались все остальное отвечая когда спрашивают мое мнение о ком-то говорю обо всех принципе без особых утаек саша я емеляенко не видел ребят единство что когда он вышел так сказать он через какое-то время позвонил попросил потренироваться но я уже был здесь я говорю там есть дима сосновский и так далее я их связала контактами но вроде бы как бы уже не связывался больше хотел потренироваться с кем-то у дима соперник тот кто и должен был быть в первом бою зовут его джастин ли дед у него два боя на юси две победы уже есть до жан-пьер с биспингом дерутся и так далее когда бой объявят когда подпишет мой соперник контракт все что зависит от меня я уже все сделал подписал все договорился согласился ребята я честно даже не знал что амельчука уволились и вот и его могли не уволить ему могли предложить контракт а он ему не понравился как правило если тоже может хитрить и предлагает вас мортом по контракту быть там четыре пять боев вы один два три подрались даже если выиграли потом один проиграли например у вас еще до конца контракта осталось два боя или три боя есть такая хитрость что организация вам дает новый контракт предлагает подписать и в принципе обязаны подписать вы должны либо подписать его вот они предлагают как правило с теми же гонорарами которые у вас были либо даже предлагает меньшие деньги либо ну и все предлагают с теми же либо с меньшими если вы не хотите подписывать и у них есть полное основание как бы не продлевать с нами контракт даже не продлевать а просто просто не подписать я думаю здесь мало бы такая ситуация а может быть еще почему-то усягин скажи куда я гоняю веса эти скажу сколько гоняю скажи куда гонять как найти организации в россии ребят как в россии так и в любой стране мира найти организацию сейчас у всех организаций сейчас век технологий так сказать вот у всех организаций есть странички фейсбуках в контактах в твиттерах и так далее есть электронные почты очень легко сейчас со всеми общаться поэтому вы выбираете организацию в которых и подписаться лучше берете 5-10 организаций всех их описываете описывайте и отписывайте каждый месяц там по одному два письма я такой-то такой-то вот мой рекорд ссылка там на любительские бои на проф профессиональные бои я хочу вас драться дайте мне бой и так далее и начинайте по пару писем в месяц стать в каждую организацию выбрали там 3 5 10 организаций шлите 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 рано или поздно вас начнут приглашать на соревнования как считаете победив получите трамблин для битвы топ 5 8 я сейчас могу драться уже с кем-то из вот после пяти после четырех где-то первые три четыре номера как правило не всегда хотят за пояс драться имеют чемпионские претензии а вот уже начиная с пятого шестого могут ставить там с любыми двенашки из пятнашки так сказать топ топ топов да ребят соперник уже есть я просто не могу имя назвать магомедов не понял который платят гонорар какой вопрос скажи пожалуйста ребят считаю ли беркут лучшим промоушеном не считаю я считаю что у нас есть равных примерно 3-4 промоушена вот и ахмат и беркут и м1 и файт найт они примерно равные они делают все примерно один уровень мероприятий просто все чуть-чуть по-разному у кого-то шоу чуть получше у кого-то бойцы чуть покрепче и по конкурентоспособнее более как бы по честному дерутся это дали но когда такой организм которая выбилась прямо лучше всех и ее уже не догоняют я считаю что нет лично мое мнение за скольки лет можно попасть в american top киму здесь трех лет четырех занимаются и есть дедушка то ли 90 ему лет или еще поэтому трех четырех лет вы можете в любом возрасте же попасть просто зависимости от вашего уровня и подготовки вы будете либо в любительстве группах либо профессионально у хабиб моментов тоже ноября ну если подерется на этом турне будет конечно круто и будет еще интереснее я считаю и отечественным зрителям фанатам и вообще всем будет я думаю гораздо интереснее наконец-то поставить точку в этом споре в этом поединке в принципе очень-очень интересные поединки намечаются макомедов для начинающих скажи пожалуйста вопрос я сказал для начинающих вопрос что платят столько-то денег начиная там тысяч с 5 рублей 4 5 профи для профи платят вот дальше уже может быть сумма любая но первые цены самые большие там 10-15 тысяч рублей как бы но больше не слышал чтобы платили бойцу которого там нет вообще боев либо там может быть один бой это в россии платит любая организация и м-1 там и файт найс и так далее в принципе они называются профессиональными эти бои потому что как бы бесплатно боец драться не должен варивайте жип привет с акваплаза акваплазе тоже привет виталию привет помню вас тебя помню жалко что их на тренировки не часто ходил были тоже большой привет браун по моим ощущениям самый сложный был но один из самых сложных наверное это мне самим девчаком было сложно драться получил и очень крепкий парень был очень классно кого не подготовился и получил очень серьезную травму в которой просто по улице ходить тяжело не только драться ребят ну в принципе все же от меня зависит я уже согласился все подписал все договорился на 217 теперь все дело за моим соперником сказали что вроде бы он согласен вроде все все в процессе даниэль после турнира я прилечу и все до турнира может меня сильно не доставать потому что сейчас планировать не буду ни дату приезда ничего и даже билет не буду брать планирую что после турнира через недельку где-то 2 я приеду москву и буду там может быть месяц-два сколько процентов гонара вы отдаете american top team ну я не буду говорить ребят но бойцы профи серьезного уровня с именами крутые бойцы большинство и это стандартный процент зала любого американского это пять процентов вот свое гонорар они платят вот если там чемпионы у них могут быть какие-то другие договоренности не знаю так хорошего уровня ребята все сильные которых там по 3 5 10 боев и так далее в юси или беллатор они платят порядка пяти процентов вот если боец не звезда просто у него там 5 10 15 боев шердоген дерется на различных различных турнирах они платят просто деньги они просто платят деньги за бои и все беля по поводу кепки не спросил честно чуть подзабыла сейчас уже было поздно потому что у вас совсем позднее время надеюсь завтра спрошу не переживай кепка точно будет ее не должны украсть ребят правильно поступил фонар что принял бой свой там что я думаю в этом бою но я бы тоже с удовольствием принял и думаю вы все бы тоже с удовольствием приняли во всяком случае 999 человек из 1000 точно приняли бы вы за этот бой получите там 100 миллионов баксов или 300 500 миллионов баксов миллионов баксов несколько сотен первое второе это не скажется абсолютно ни на каком вашем карьерном росте на рекорде и так далее потому что этот боксерский поединок не занесется в шердог еще куда-то вы не потеряете титул и пояс юси вы ничего не теряете вот и зарабатывать огромную огромную известность на весь мир получаете огромные огромные деньги поэтому не вижу ничего плохого что фонар тут как бы потерять потеряет здоровье ну здоровье мы теряем знаете и с лопатой копая яму и работая грузчиком 20 30 40 лет там срываем спины все 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 и так далее поэтому как бы профессии с разным и можем потерять много больше здоровья во многих других профессиях можно ли тренироваться в группе с бойцами и все здесь просто все делятся на профи и не профи если вы профи и вас сюда пустили не каждого профи могут запустить на самом деле то что у вас там 10 боев в шердоге еще не знаю что вас сюда пустят если у вас какая-нибудь скандальная репутация или знает что вы были в одном другом третьем зале и вас туда больше не пускает потому что там вы постоянно с кем-то ссорились ругались наносили травмы друг другу и так далее вас зал могут не пустить вот принципе вот так а так если вас все-таки пустили опускать 90 95 процентов ребят у вас есть рекорд шердог это обязательное условие вы занимаетесь в общей группе со всеми и работаете со всеми со всеми бойцами и до сантос я говорил с ломбардами тяга альвисы и так далее так далее мы все работа в одной группе ваш соперник выше вас по рейтингу ребят так будем гадать не буду говорить потому что чуть выше чуть ниже белый он или черный какая прическа суха весит и так далее грека у меня пять часов двадцать пять минут дня 525 вечера в этом у меня вот еще пока так серж пудовкин да сосновский вьюсь и он тренируется первый раз соперник у него травмировался он не подрался и боя отменили сейчас опять же этот же бой перенесли уже назначили на сентябрь он должен подраться 16 сентября спасибо и всем кто за меня болеет и топит соперник я пока не могу именно сейчас пластина на скуловой хвосте как на личных боях скажется буду надеяться что не скажется вот это вроде все сразу и зажило а говорят в местах перелома бывают заживает еще сильнее и крепче становится чем там где целая кость поэтому у меня сломана и левая ула и правая буду надеяться что не ломаться больше не будет хотя конечно если будет страшный удар все может пройти после этого уже провел много спаррингов и бой провел два боя пока слава богу все хорошо может снова в ростов на мастер-класс да ребят с удовольствием приеду но как только буду в россии ростов у меня один из первых городов которые собираюсь посетить на ком ли с георгием залеем знакомы мы тренировались в одном зале у валерия валентиновича на боевом самбо но даниэль ботвинник мы просто с тобой со спешим совестью я просто скажу когда приеду я в любом случае буду держи на связи в инстаграме фейсбуке вконтакте и мы уже договоримся о том где и как мы увидимся кто бы приветствую не хотел бы соненом реванш ребят мне уже говорили а хотел бы соненом а хотел бы сами ленчуком хотел бы с маликовым а хотел бы с фиги емеляненко ребят на всех как бы реваншов не не хватит в жизни вот реваншироваться поэтому нужно осознать свои ошибки что и и как ты сделал неправильно как правило большинство моих поражений были из-за неправильной подготовки когда я свою подготовку разбрасывал раздергивал и не тренировался должным образом поединком и с федей я вышел 2 года не кушая мясо у меня был такой период и я абсолютно не тренировался вообще то есть я готовился где-то две недели до этого турнира когда мы дрались по уровню самбо все и вышел на этот бой это чья вина федя ли или еще чья то нет моя вина я сам виноват с маликом дрался после полтора годового простоя после сильной травмы который у меня тоже было то есть и неправильно повел себя в поединке как бы чуть не так как обычное действие начал работать получил и принципе сам дурак как говорится вот поэтому как бы я просто должен этих ошибок вывели сделать выводы и все а реваншироваться ну у меня честно уже нет времени на это несколько поражений всех закрывать потрачу только жизнь на это как вам казахстанский боксер гена головкин мне наш соотечественных гена головкин инфонирует о нем только хорошие отзывы поэтому и дыма без огня не бывает в этом если все говорят хорошо о ком-то значит а действительно очень хороший и достойный парень но согласись что россия отстает америке по развитию по всем критериям россия от америки отстает по некоторым критериям один из критериев это раз спортивное развитие ммэй поэтому я здесь вот и все по каким-то критериям может быть россия даже опережает америка по каким-то отстает у нас просто разные страны я бы сказал не сказал бы что у нас там все плохо ли все осталось все просто разное и то что для нас там дико для америки это уже может быть 10 лет существует норма вещей а некоторые вещи у нас гораздо современнее чем в америке сосновский сосновский должен драться мы надеемся мы ждем его у него 16 сентября бой тяжело привыкать к часовому климату да не тяжело ребят это в любом месте вы прилетите там в таиланд или еще куда-то и вы будете привыкать к часовому климату там 4-5 дней и все нормально 6-7 дня уже вы почти ничего не чувствуете каковы мои шансы против до сантоса если дадут с ним бой я думаю 50 на 50 ребят как говорят или я его затащу или он мне не даст себя затащить у меня бой Евгения 4 ноября часто моргаешь да моргаю психологическая штука такая это психологическая именно там не какая-то не девиация какая-то посттравматическая она у меня была еще до боев как подрался семьянка я ему проиграл по очкам по боям самбо ребят прогнозы не люблю очень давать на бой Хабиб Тони но очень хочется посмотреть этот бой ребят даты еще нет потому что только недавно определилась что это будет после моего боя следующего они сейчас сами ищут для себя удобную дату я думаю это будет середина ноября там число может 20 ну примерно в 20 часах люди в США добрее нет не добрее и не злее хороший я мужик будет дай бог чтоб я был хороший не всегда хорошим считаю пересвет самый лучший клуб простой ребят когда не называйтесь лучшим самым лучшим клубом будьте хорошим всегда потому что как правило люди или клубы или спортсмены или еще кто-то когда только начинают говорить что мы самые лучшие самые хорошие через какое-то время с ними происходит что-то не то ребят Александра Хоршуна я не то чтобы хорошо знаю знаю не то чтобы хорошо но знать знаю в принципе ребят а я с ГСП давным-давно не дрался я честно уже плохо очень помню его бои и бисфинга плохо помню я не следил за ними так чтобы отслеживать их бои и так далее я уже говорил я слежу в основном за своим весом либо за нашими соотечественниками не думал больше хейта ну пока что иногда есть мысли пробивает но пока что не хочется знаете уже 40 лет начинает что-нибудь чудить так сказать поэтому держусь что думаю о таком виде спорта как УДО хороший крепкий вид спорта из него многие сильные ребята выходят и телом и дыхом ну да и и и и и это самый сложный это самый сложный в Беллаторич я уже говорил ребят я пойду драться там где мне больше будет платить ну причем намного если мне будут платить 30 000 в UFC и 35 000 в Беллаторию я не пойду в Беллаторию если в два раза уже конечно есть смысл переходить в Беллаторию и там сейчас хорошие тяжи но я не думаю что там тяжи лучше чем в UFC я даже думаю что они там слабее чем в UFC и большая часть из них ушла из UFC и большая часть из них ушла из UFC после того как они проиграли там и не один раз поэтому нельзя сказать что самые лучшие ребята чем в UFC не желаете перейти в АК? нет не желаю ну пока у меня нет причины или повода уходить в АК и говорят зал намного травмоопаснее чем этот поэтому хочется быть целым и живым выходить на бой а не чтобы у меня все срывалось ребят Шамиль Амиров я его в боёв не видел ни одного Русимара Пальярес я ни одного боёв не видел не могу сказать ничего про этот бой каковы шансы Джон Джонса смеочечем? я думаю 50 на 50 или там 55 на 45 достаточно высокие большие шансы вот Джон Джонс поталантливее конечно намного и так далее но все таки в весе и тяжелом он не дрался поэтому будет что-то для него непривычно сколько по времени тренировки проходит час-полтора что ты стал хэви вэйд? в Россию трансляцию на следующей неделе начинай потихоньку уже пузо отращивает вот железом не работаю ребяту я говорил у меня три тренировки по просвиту в неделю и только на одну из них работаем железом 20-30 минут приема пищи у меня три приема пищи иногда четыре это кто был ребят это ваш это ваш соотечественник из России по номерам там я бы взял бой с Джон Джонсом пусть мне дадут этот бой с удовольствием подеруть с Джон Джонсом потому что он один из самых сильных бойцов вообще в мире я думаю он ходит в двойку-тройку сильнейших мира если не самый сильный поэтому драться с ним просто по кайфу за всем что был бы один самый 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 вот и с ним драться вот примерно почти то же самое с Джон Джонсом поэтому как бы с удовольствием подерусь с Джон Джонсом Саратову тоже большой привет да здесь все просто все работают в этом зале вот работают подростки там 12-15 лет ребята там работают малыши одна группа от 4 до 8 лет вторая вот где-то уже с 8-9 лет там до 11 вот все они здесь работают там за дверь открыта у клетки там работает еще одна группа еще меньше ребят вот поэтому все тут вместе перемежено и ребята вот переходят оттуда переходят сюда отсюда они уже могут переходить напрямую прямо к профессионалам и так далее после того когда докажут что они ну готовы будут выступать профессионал и начнут выступать профессионалом ребят что можешь сказать по бою Емельянко Митриона ну ничего не могу сказать ребят расстроил Федор потому что все за него болели и именно расстроил там обидно потому что рассчитали что он выиграет будем надеяться что он изменит что-то всегда нужно менять в голове то есть ты в голове меняешь там подход настрой процесс тренировочный и так далее вот и в принципе тогда получается как правило все еще раз лучше но если у тебя из раза в раз проходит как бы одинаково ну по любому нужно что-то менять тогда как познакомился со своей женой со своей женой я познакомился в Москве вот я приезжал к одному продюсеру регулярно на масс-фильм и мы я участвовал в съемочной группе в администрации художественные фильмы снимали вот отсняли с ними один сезон я уехал отсняли второй сезон я уехал и во время третьего сезона мы оказались в одной группе съемочной на мост-фильме с моей супругой она была там администратором я был директор по площадке зам директора кинокартины вот все там познакомились ребят саша волковым я говорил я тут поздно подрался но мне нужно знать зачем просто так подраться мне уже предлагали я уже отказывался я не хочу с ним драться потому что он россиянин и в принципе мы с ним хорошо знакомы вот а если мы будем выходить там на пятенский титул и так далее скажут ребят вот нужно пройти кто сюда пройдет тот и будет претенентом на поезд нам придется просто драться но других вариантов не оставим пока есть варианты не драться я с удовольствием буду отказываться от этого когда вариантов не будет извините хокс фом бразил бразил а бригаду фром майами у малышей борьба да ребят борьба 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 вот джиу-джитсу маленькие джицеры сегодня кстати мало почему-то так и гораздо больше обычно ребят ну про семью не хочется как бы рассказать там моя семья я ради них можно сказать живу работаю и все делаю поэтому как бы что-то сокровенное если я начну это выплескивать рассказывать описывать и об обсуждать обсмактывать какие-то факты это уже будет немного не совсем сокровенно если и все будут россии да я думаю выступил бы нужно же поддерживать имидж и честь страны перерывы тренировок сентября начнутся бегать начни лучше я бы начал на твоем месте бегать и делать бой сенью начать пробежками 10-15 и бой сенью 5 минут потом увеличивать там дайте минут до 30 до 40 и бой сенью тоже 10-15 минут чтобы у вас было и все давай с меня кепка на взвешенной UFC 217 я подумаю ребят подумай подумай уже сколько желающих на кепку уже сколько желающих на кепку вот пускай тренировок черченый вход так как раз наши тренера по ударной технике мой и еще один мой ха-ха добрый вечер какие травмы мучают спортсмена на проф уровне ребят которую получишь такие мучают я не могу сказать какие у меня ломалась трескалась все ребра несколько десятков раз ломались нос раз 15 ломался суставы регулярно травмируются костяшек пальцев и так далее локти колени поэтому знаете у тебя может вообще травм не быть и у тебя что-то может болеть а может быть всего одна травма какая-нибудь настолько сильно ушиб коленку или так нехорошо ушиб ее что она будет беспокоить всю жизнь и это может быть не только от спорта а может быть просто упав на зимние дорожки где-нибудь где-нибудь на улице так сказать ребят я сказал мы подеремся да но должен быть какой-то повод для этого россиян юси около 20 человек ну наверное там 20-30 человек сейчас во всех весах ну в каждом весе там по от одного до трех наверное ребят я думаю у меня нет информации у андрея не спрашивал как бы уволен или не уволен он или сам уволился я честно не знаю что и как щеками гильдии щеками но мы это это юма сми ребят у меня кого есть шансы войти в топ-10 или нет ребят я считаю что он очень крепкий парень уже многих ребят сильных побил бойцов уровня юси но шанс это есть нужно выходить и драться это самый лучший способ доказать показать и все сделать Леша встал руки опустил смотри от тренера приходится подстраивать своих этих подрастающих поколений поэтому будем надеяться что Виталий и придет все таки в юси потому что ну он молодой крепкий сильный парень но нужно уходить ломали ли вы когда нибудь конечность оппоненту ну в приемах не ломал никогда на соревнованиях во время боя я раз или два делал так что один раз точно помню вот на Ахмате на первом турнире в Грозном я Абдул Халик по моему да парень или Абдул Халиков или Магомед Абдул Халиков я не помню я делал прием безвыходный который я недавно показывал в ютубе я делал прием у него нога вышла полностью из сустава то есть сустав я на глазах видел как вдулась кость и на несколько сантиметров вышел сустав из своей сумки суставной был скрик как бы и я сам испугался даже вот рефери даже не увидел этого парень потом хромал был уже ходить не мог вот нормально я быстро отпустил и суставная сумка вернулась на место вот а так на самом деле я стараюсь работать очень аккуратно даже во время боя либо бьем либо душем вот после душа еще как правило не остается каких-нибудь травм синяков там и так далее он у меня с ты мешок проиграл девочка заборола девочка заборола моего сына как раз девочка это дочка стива стива мока у него четверо детей и все они борются попрося и следующая заборола Дэниел билеты на UFC стоят начинаются как правило извините мне звонили Да, ребят, был несколько раз Суставы лечить Лучше к доктору Мазать там всем чем угодно можно Леша Олег Оно руками работает Руками Таких национальностей Ля-ля-ля Больше всего в Американтов Ребят, ну американцев, бразильцев Больше всего в Бразиле Американцев, всех остальных по чуть-чуть И россияне, и поляки Есть, и кто угодно И индусы Малайзийцы И так далее Привет из Тамбова Возможно заставить мой постер с росписью для зала Ребят, возможно, только не знаю как Ребят, не знаю как нужно Вот американцы делают просто Они присылают конверт В котором есть еще один конверт И в нем есть там Постер Плакат Любая штука Фотография там Для того, чтобы Боец подписал Обратный конверт уже с маркой С адресом совсем Бойцу остается расписаться И это слайд просто в этом конверте обратно Если вы только пришлете штуку С удовольствием вам это сделаю Если нет, тогда можно дождаться Когда я приеду, например, в Москву В ноябре, в декабре И там уже будем как-то разбираться Шлеменко, я думаю, подписали бы на ЮСи Вопрос только в том, чтобы Саша захотел это И подписался Спасибо Янг монтон. Даниэл, цены начинаются от 50-70 долларов за билет на UFC. 50-70. В момент туда на 5 минут. Да, на 5 минут. Только обуся. И носки здесь обуся. Носквичем будете заниматься. Ребята, отдыхать надеюсь. Асхаб не Нгану дали, потому что Нгану дерется сейчас с жюниором в сентябре. Ломбард еще не пришел. Видишь, ты засыпал, я в зале. Ты проснулся, я тоже в зале. Вот, ребят, профи еще не пришла, группа еще не работает. Только несколько человек всего работает. Человек 8, наверное, сейчас в зале. И ломбард, и вся остальная группа пройдут чуть попозже. К 6 или к 6.30 у них начинают тренировок. То есть 15-20 минут здесь уже будет раза в 3 больше профи. Жюниор сохранил навыки в партере или растерял направленность на бокс? Ребят, ну, я ж не знаю, какой у него уровень был, работая в партере. Мы с ним работали, хорошо, крепенько работали, его сложно поймать. Но все нормально. А ваё? Да. Вэс хэвэйт, а? Вэс хэвэйт. Ха-ха-ха. Хороший парень молодой, Луис Энрико. Сейчас тоже он дерется, скоро совсем. Нет, ребят, с Сантосом не часто стоим, бывает там... Звонят, извините. Бывало два-три раза за неделю стоим, а бывает там пару недель вообще не тренируемся. Да нет, не буду я у них брать автографы. Я это уже подделал несколько раз, и уже там, знаете, раза с третьего четвертого они на меня начинают чуть косовато смотреть, потому что ко мне тоже никто не обращается, и я к ним не обращаюсь. Ты можешь прислать сюда на имя Джоанны там, и Цигана, и Ломбарда такой же конверт, и они наверняка тебе ответят, потому что, ну, я видел, они забирают конверт и отсылают потом ребятам. Вот, наверняка они все сделают. Я ходить уже не буду, потому что я уже это подделал с каждым по нескольку раз, там, и привет, и передавайте все с коной, и уже не... Уже, короче, достаточно. Все, ребят, вам всем спокойной ночи. American Top Team ты найдешь легко на сайте у них адрес. Не найдешь, напиши мне, и я тебе дам адрес. Клубу Бостону большой привет. Как мне получить автограф, ребят, я уже сказал. Пришлите сюда конверт с марками, со всеми вещами, я его подпишу и отошлю вам. RC217 ни с кем не хочу, мне уже дали соперника, я думаю, я буду встречаться с ним, а не с кем-то еще. Все, ребят, спасибо, все доброго. Смотрите, все эти трансляции и многие-многие другие, и приемы, и все остальное я еще показываю в YouTube, на моем канале. В Direct иногда отвечаю, но еще не всегда.